Всем большой привет! Меня зовут Ева Бьюти и мне не верится, прошел еще один месяц использования палетки в рамках проекта Использовать и выбросить палетку за год. Я для себя выбрала палетку от бренда Evelyn Cosmetics под названием Sunrise. Мне она очень нравится по оттенкам, даже эти оттенки я считаю актуальны до сих пор. И у меня наметились потрясающие результаты. Я вставлю фото этой палетки в начале моего проекта и месяц спустя. Посмотрите и вы увидите очень хороший результат. А теперь по порядку я хочу рассказать о моих результатах спустя два месяца. Но с чего я начинала? С того, что вот эти два рефила были закончены и было донышко вот в этом тоже коричневом оттенке. Это был фиолетовый дуахром. Я его еще закончила до того, как начала этот проект Benzet Palette. Это был красивый фиолетовый дуахром. Здесь вот был кашемировый оттенок. Это такой мерцающий красивый бежево-золотистый оттенок. Я его с удовольствием использовала и закончила в прошлом апдейте. И в прошлом апдейте также у меня появилась донышко вот в этом потрясающем коричневом оттенке. Это вот такие были коротко результаты спустя месяц. А теперь у меня вдобавок наметилось два донышка вот в этих оттенках. Я по порядку расскажу. Вот здесь вы видите есть донышко. Чуть-чуть проглядывает. Мне вот не терпелось с вами поделиться своей радостью. Мне кажется, что мои глаза прям поедают этот порошочек. И оттенки тратятся очень быстро. Второй рефил здесь тоже наметилась малюсенькая донышко. Буквально вчера я этому так рада. Заметьте, я люблю этот оттенок, потому что он такой вот какой-то необычный, какой-то вот оранжевый, пастельный. И причем еще здесь вот какие-то блесточки намечаются, как на снегу, можно сказать. Интересный оттенок. Этот оттенок я использовала под бровь. И еще я его использовала в качестве пудры на все лицо. Заодно вот с этим оттенком. Я очень люблю пользоваться вот этими двумя оттенками в качестве, можно сказать, банановой пудры. Я подчищаю свой макияж под глазами, если какие-то есть осыпашки. Также я наношу эти два оттенка и в качестве пудры на все лицо. Очень даже неплохо, если я хочу закончить очень быстро эти светлые оттенки. Этот оттенок я использовала в складку века, также, кроме того, как пудру. Вот я люблю, прежде чем затемнять вот этим коричневым оттенком орбитальную складку века, я туда наношу вот этот оранжевый оттенок, и тогда другие тени очень хорошо тушуются. Вот такой вот радостью я поделилась с вами. Я просто не ожидала, что за месяц использования я могу добиться такого результата. Теперь переходим к этим двум шиммерам. В красном я не смогла добиться дырочки. Это очень тяжело, но я расскажу вам, как я использовала этот оттенок. Я его люблю наносить моно. Он очень красивый, и с ним глаза смотрятся не больными, если нанести черную стрелку. Все будет отлично смотреться. Но я в этом месяце его в основном любила использовать в качестве такого вот ядреного, красивого красного цвета. Я этого добивалась с помощью кисти, смоченной моим фиксатором от Люкс Визаж. Очень тогда красиво раскрывается этот оттенок. Его не надо сильно тогда наслаивать. Просто сбрызнуть кисть фиксатором, обмакнуть сюда, и навеки получается очень красивый оттенок. Вот этот огненный. Таким же образом я старалась использовать и вот этот фиолетовый шиммер. Здесь тоже, как вы видите, мне не удалось добиться дырочки. Но мне очень понравилось тоже его использовать в качестве такого пигментированного оттенка. И этого я добивалась тоже с помощью кисти, смоченной фиксатором от Люкс Визаж. Также этот фиолетовый оттенок я наносила и не таким, не мокрым способом. Тоже получается очень красиво. И хочу добавить, что также я очень люблю использовать в своем макияже сразу эти два оттенка. И даже сегодня я использовала эти два оттенка. В одну вторую века, ближе к внутреннему уголку, я наносила красный огненный оттенок влажной кистью. А внешний уголок затемняла фиолетовым оттенком. Тоже я его наносила влажной кистью. Вот такой макияж у меня получился. Надеюсь, вам нравится и камера четко передает то, что эти два оттенка очень получаются на веках пигментированными. И даже я делала брови у бровиста. И она была удивлена красотой моих теней. Я ей сказала, что это всего лишь тени из известной палетки Эвелин. Очень бюджетные. Она была очень удивлена, что они такие пигментированные. Мне было так приятно. Она когда-то хвалила мои тени от Тумфорд. Не зная об этом в этот раз, она похвалила такие бюджетные тени. И я думаю, может быть, это я владею мастерством нанесения теней. Может, во мне есть сердце визажиста. Ну, вот такие комплименты я получила. Я не ожидала. И поэтому сегодня в видео я тоже нанесла два этих оттенка влажной кистью. А растушевывала я их вот этим коричневым оттенком. Но по порядку. Также я использовала вот этот фиолетовый матовый. В нем мне тяжело добиться дырочки. Так как я его не сильно наслаиваю. Я просто его добавляю к коричневому оттенку для растушевки. Но я его носила в этом месяце и моно. То есть наносила на все века. А сверху я для мерцания добавляла вот этот шиммер. Иногда добавляла. И теперь переходим к моему любимому. Я считаю самому такому утонченному стильному оттенку. Это коричневому. Вы видите, что здесь по сравнению с состоянием палетки месяц назад донышко стало больше. Я его использовала, как выражается, и в хвост, и в гриву. То есть и на брови, и в растушевку. И моно я носила этот коричневый оттенок. Я обожаю его носить моно. Поэтому я, конечно, люблю на своих глазах мерцающие тени, шиммеры. Но иногда хочется покорчить из себя стильную девицу и сделать матовый макияж коричневыми тенями. В этом мне помогает этот оттенок. Очень люблю его. И довольна очень качеством этого оттенка. Вот такие у меня результаты. То есть итог получается, что два донышка и третье донышко стало шире. Надеюсь, что месяц спустя, когда я буду снимать следующий апдейт, у меня наметится все-таки дырочка вот в этих каких-нибудь оттенках. Ставьте ставки, голосуйте, в каком у меня оттенке. Месяц спустя наметится дырочка. А вдруг, вдруг я постараюсь, и это случится. Может быть, даже у меня получится закончить эти два оттенка, если я буду изменять своей пудре от Герлен. Повторюсь, такие у меня результаты. Я очень довольна. Мне очень нравится использовать эти тени. И я, хоть их уже у меня осталось здесь мало, то здесь осталось 6 рефилов. И я впереди у меня еще целый год. Я надеюсь, что до последней крошки я использую эту полетку. Делитесь своими результатами. Может быть, я смогла вас смотивировать, и вы тоже начали какую-нибудь палеточку добивать до конца, или какую-нибудь однушку. Напишите в комментариях, какие палетки вы хотите закончить, и, может быть, вместе со мной начали это удивительное дело. Действительно, я никогда не думала, что я смогу полюбить красно-фиолетовые оттенки. Я не люблю их, и не любила их на себе. Они, конечно, благородно все смотрятся, но именно благодаря тому, что я вместе с вами начала вот этот вот проект PENZET PALLET за 2021 год. Я начала любить эти оттенки. Я начала как-то по-другому относиться к своим покупкам. Я стараюсь в последнее время отговаривать себя от покупок палеток. Правда, один раз сорвалась и купила от этого же бренда палетку кофейную. Я ее люблю, обожаю. Она, конечно, сыпучая, но оттенки очень красивые, и мне нравится ею пользоваться. Вообще, бренд Evelyn Cosmetics я люблю, обожаю. И с каждым месяцем я все больше и больше сродняюсь с этими тенями. Мне нравится ими пользоваться. Желаю, чтобы и вы получали удовольствие от использования ваших теней. Не важно, вы начали Project PENZET PALLET, или вы даже не думаете его начинать. Самое главное, чтобы мои девушки заряжались положительной энергией от использования косметических средств, чтобы они нам помогали как-то медитировать, расслабляться и как-то разукрашивать наши будни. Поэтому желаю вам, мои любимые подписчики, и кто меня смотрит, ставит лайки, и даже те, кто ставит дизлайки, правда, их почти мне не ставят. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за поддержку. Я так плавненько перешла от пожеланий. Я очень люблю, немножко так сумбурно получилось, просто очень хотелось поделиться с вами моими результатами и выразить благодарность моим подписчикам, что вы меня смотрите, что вы меня мотивируете на новые видео. И я вам всем желаю прекрасных, разноцветных будней, ведь уже весна, ведь надо радоваться моим любимым почкам, каштанам. Обожаю почки каштановые, просто у меня какая-то любовь к этому делу. Моя вообще самая любимая пора года это самое-самое начало весны. Обожаю вот это вот преддверие, вот этот вот запах почвы. И чтобы все ваши весенние деньки были превосходными, разукрашивайте их прекрасными эмоциями, делайте или не делайте себе приятное, в виде покупки косметики или чего-то, что вам приносит удовольствие, вам красоты, весеннего, прекрасного запаха, аромата, обновления, всего, что у вас есть в хорошем смысле этого слова. Не могу даже прям с вами распрощаться. Пока-пока. Увидимся в следующих видео, в следующих апдейтах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok